Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, вы смотрите программу события в прямом эфире. Главные события дня. Охота на шпионов. На Самарском вокзале сотрудники ФСБ задержали украинского разведчика. Михаил Бабич в Самаре. Полпредпрезидент оценил футбольную стройку и ремонт набережной, а также провел заседание общественного совета. Старые школы с новыми фасадами в Самаре отреставрировали три здания культурного наследия. Хулигана посадили. Судья отправил мужчину избившего врача в колонию на один год. Торговые воины в промышленном районе закрывают незаконные рынки. В Самаре поймали украинского шпиона сотрудники ФСБ. Совместно с полицией задержали 27-летнего гражданина Украины. По оперативным данным, он принадлежит подразделению спецрезерв Главного управления разведки Минобороны Украины. На допросе задержанный признался, что проводил визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, Ростовской и Самарской областях. Он собирал информацию о военных объектах ополчения ДНР, проводил фото-видеосъемку. Кроме того, в конце прошлого года молодой человек приехал в Ростов-на-Дону для разведки на вокзалах. А в марте этого года шпионил уже на вокзале в Самаре, где и был задержан сотрудниками МВД. Сейчас решается вопрос о выдворении его с территории России и закрытии ему въезда в страну на 10 лет. Я сообщил сотруднику Главного управления разведки Минобороны Украины Алмаза, что нашел работу, собираюсь ехать в Самару. После чего, когда мы с ним встретились, он поставил мне задачу, что я должен буду произвести такие же самые разведданные, как и Ростов-на-Дону. А именно по железнодорожному вокзалу и автовокзалу произвести разведданные о количестве, местонахождении, месторасположении охраны, полиции и пропускном режиме. С визитом в Самару посетил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Вместе с представителями городской и областной администрации Полпред увидел крупные объекты, которые строятся к чемпионату мира по футболу. Так Михаил Бабич осмотрел новый комплекс аэропорта Курумыч, посетил стадион Самара-Арена и четвертую очередь набережной. Обо всем по порядку. Олеся Корецкая. Почти как с корабля на бал. Сразу после прилета Полпред осматривает новый аэровокзальный комплекс. Здесь провели реконструкцию взлетно-посадочных полос и перрона. Сейчас заканчивается строительство второй полосы. Уже летом она будет принимать самолеты. Ремонтные работы в Курумыче закончатся в декабре. Наша задача спросила, чтобы в свое время все прошло, утверждение в экспертизе. Полпред президента проверил подготовку главного спортивного объекта – стадиона Самара-Арена. Вместе с губернатором Николаем Меркушкиным Михаил Бабич осмотрели трибуны и помещения под ними. Поднялись на самую высокую точку, изучили план благоустройства территории вокруг спортивного комплекса. Глава региона отметил, что кроме строительства самого стадиона ведется реконструкция прилегающих дорог. Стройка с наступлением тепла идет круглосуточно. Здесь будет организовано десятиполосное движение. Сейчас прокладывают два тоннеля. На пересечении с проспектом Кирова есть небольшое отставание по перекладке водовода. Но подрядчик обещал устранить его к лету этого года. По московскому шоссе планируем запустить летом движение. По Кирова, я думаю, в кратчайшее время мы его запустим. В завершении поездки полпредпрезидента и губернатор ознакомились с реконструкцией четвертой очереди набережной. Идет в основном наружный демонтаж основных объектов капитального строительства. Бордюрный камень, асфальтовое покрытие, железобетон вывозится. Земляная работа производится. По проекту здесь появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, бульвар с велосипедными дорожками, современная инфраструктура, а также новый трехуровневый фонтан и амфитеатр. В четвертую очередь набережная излюблена для горожан. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия. За счет естественного клона очень удобно организовать разные мероприятия. И граждане, когда мы обсуждали проект, они высказывают за то, что такое амфитеатр. К марту 2018 года проведут озеленение, установят видеонаблюдение, обновят освещение. Один из символов Самары – 20-метровую ладью – также приведут в порядок. Проект у нас готов. И чтобы это смотрелось очень хорошо, спуск с этого подъема к Софийскому саду. Это надо сделать сон. Вот по этой линии, как бы так вывести, чтобы чувствовалось там. Видно, что было сверху. Проверка строительных и транспортных объектов к ЧН-2018 будет вестись постоянно, отметил Михаил Бабич. Мы исходим из того, что к июлю месяцу по всем основным направлениям работ мы войдем в график. И сегодня нет сомнений в том, что Самарская область не просто подготовится к готовению к строительству достойно, а получит мощнейший стимул для дальнейшего развития. Полпред намерен ознакомиться с подготовкой к Мундиалю и в других городах-участниках. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Институт общественного контроля работает эффективно. К такому выводу пришли представители общественности из регионов Приволжского федерального округа. В Самаре прошел совет, где обсуждали развитие институтов гражданского общества. В 63-м регионе успешно реализуются инициативы, которые выдвигают Советы ветеранов, профсоюзы и другие организации. Кроме того, в апреле в Самаре сформируют 355 общественных советов, которые будут максимально приближены к жителям. Основная задача – решение коммунальных проблем и благоустройство. Участники заседания отметили, институты гражданского общества должны реально помогать решать вопросы волнующей людей. Институт общественного контроля должны быть нацелены на созидание, на то, чтобы решить проблему, находить эти решения, вовлекать в решение проблем большое количество людей, которые в этом заинтересованы. Очень важно, чтобы экспертами эффективности общественного контроля были самими секретами гражданского общества. Мы формируем общественные советы, новые общественные советы по месту жительства, они предметно привязываются к конкретным территориям. Рассчитываю на то, что мы будем добиваться и реального контроля, и самое главное, может быть, реального результата в процессе проведения самих работ. Не по итогам фиксировать, а работать активнее совместно. Новая жизнь архитектуры прошлого века. В Самаре закончилась реставрацией еще трех объектов культурного наследия. Работу оценивал глава города. Вместе с Олегом Фурсовым на прогулку по старому городу отправился Андрей Горгуленко. Получи балкона восстановлены. Они были сначала разобраны, и потом их заново собрали, заново отлили. А как же вы туда врезались? Есть технология, да? Как будто и не было столетней истории. Здание женской гимназии, дом купца Кудряшова и дворянский дом решительства. Кудряшова теперь выглядит так же, как и в начале 20 века. Обновленные фасады, окна и отремонтированная кровля. Особую ценность реставрации придает тот факт, что в домах сейчас располагаются школа, детсад и центр детского творчества. Для каждого здания был разработан индивидуальный проект с экспертизами и культурно-историческим анализом. И теперь прохожие смогут любоваться и стилем модерн, и образцами купеческого и дворянского домов. Двойная польза, двойной смысл. Это и украшение города к чемпионату мира. И, безусловно, привитие вкуса и интереса к родной истории для детей, которые в этих зданиях учатся. За 16-й год в Самаре отреставрировали 128 фасадов. 28 из них являются объектами культурного наследия. Несмотря на сложность ремонта, реставраторы, приобретая опыт, с каждым разом выполняют работу и быстрее, и качественнее. Хорошая школа формируется, навыки появляются, поэтому в дальнейшем задача по приведению в порядок старых домов объекта культурного наследия будет решаться в более сжатые сроки. Я думаю, мы от этого не откажемся. И даже после окончания чемпионата мира по футболу мы будем дом за домом восстанавливать, чтобы Самара выглядела, как действительно жемчужина положения. В планах на 17-й год 319 фасадов. Но если, как и в прошлом году, в проект вложатся частные инвесторы, количество зданий увеличится. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. 38 деревянных домов Старой Самары приведут в порядок за счет инвесторов. Об этом договорились Горадминистрация и Самарская гильдия строителей. Работа начнется уже через пару недель. Сейчас коммерсанты знакомятся со списком зданий, выбирают те, которые будут ремонтировать. Более подробно расскажет Мариана Мирная. Этот дом с господами в цилиндрах на Льва Толстого 38 когда-то был именно шляпной мастерской. До 2015 года здание 1867 года постройки находилось в плачевном состоянии. Но после начала работы программы по восстановлению Старой Самары, меценаты вернули ему первозданный вид. Строительный бизнес откликнулся на просьбу городской администрации и взялся за не самые простые объекты. На Глокционской пришлось, там просел фундамент, пришлось остановить деформации сначала, потому что весь смысл работы, ну что, отвалится эта стена, все это сделали. Это не косметические помазали, краской бросили, ушли, а все капитально. Большое внимание уделяется деревянным домам с историей, которые расположены на гостевом маршруте. Всего их 331. Большинству из них больше 100 лет. Это памятники архитектуры и культурного наследия. Многие здания принадлежали видным деятелям, купцам и меценатам. Сегодня они находятся в запущенном состоянии. Для 38 из них уже найдены инвесторы, ведь только за счет средств бюджета с такой глобальной задачей справиться невозможно. Мы рады тому, что отклик есть. Застройщики, саморегулируемые организации, они откликаются на это предложение. К счастью, пока эта работа в начале, то есть у нас на сегодняшний день только 38 объектов, мы вот определили, нашли инвесторов, которые будут ремонтировать. Но мы ожидаем, что их будет больше. Представители строительных организаций не только согласились выделить средства на покраску фасадов, но и попросили дать полный список домов, которые нужно привести в порядок. А также предложили привлечь к этой работе жителей. Ведь не для всех видов работ нужны деньги. Кто-то может взять в руки кисти и красить, а кто-то починить забор. Что снится космонавтам и как на МКС играют футбол? Космонавт Олег Каноненко ответил на вопросы волонтеров Чемпионата мира 2018. Это уже не первая встреча с послами Мундиали. Николь Радамакина, Тагир Хайбулаев, Сергей Войтенко уже познакомились с теми, кто будет помогать в организации чемпионата. Валерия Макарова расскажет историю в деталях. Встреча волонтеров с космонавтом Олегом Каноненко началась с дружеского поединка в настольный футбол. Здесь просто ловкая струк. И никакого машинка? Советная. Правда, закончился матч быстро, а космонавт признал мастерство противника. Таким образом, счет в серии игр между послами Чемпионата мира и волонтерами 2-1 в пользу последних. Позже Олег Каноненко рассказал, что любовь к футболу не слабеет даже на земной орбите. Если проходят какие-то Мундиали, мы всегда эти соревнования смотрим. У нас есть трансляция этих турниров. Плюс на станции есть маленькие мячики. Мы иногда играем и в сопер, и играем в американский футбол. Вопросы сыпались один за другим. Каноненко рассказал о детской мечте стать космонавтом и о своем пути к звездам. Признался, что работа ему не снится. Да и сны самые обычные – земные. Вопрос о том, что снится космонавтом, меня действительно интересовал очень-очень давно. Но появилось именно вдохновение, потому что мне сразу захотелось тоже полететь в космос и равняться на этого человека. И даже мечты о космосе после такой встречи могут стать реальностью. Олег Каноненко рассказал, как это сделать. Объявлен набор в отрях космонавтов, прием документов до 14 июля. Поэтому если у вас есть высшее образование, законченное, специалитет его магистратуры, и вам всем до 35 лет, то я приглашаю вас поучаствовать в этом процессе. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Руслана Назаралиева, избившего врача, признали виновным и приговорили к одному году в колонии поселения. Такой приговор вынес промышленный районный суд Самары. Напомним, конфликт произошел в больнице Симашко утром 30 октября прошлого года. Назаралиев привез жену с переломом ноги и был недоволен тем, что врачи не спешили оказать ей помощь. Поругался с персоналом больницы, а потом подрался с хирургом Дмитрием Зарубиным. В качестве компенсации морального и материального ущерба Назаралиев уже выплатил врачу 100 тысяч рублей. А пять месяцев домашнего ареста суд засчитал в срок наказания. С приговором подсудимый согласился и обжаловать его не собирается. Обжаловать мы его не планируем. Каждый должен нести наказание за свое деяние. Но, конечно, мы просили. Все-таки не связанное с лишением свободы, но если суд так посчитал, значит, так и должно быть. Он ущерб полностью возместил потерпевшему, раскалился, примирился с потерпевшим. Потерпевший претензий никаких не имеет. В Самарской области за три года на 20% снизилась смертность от инфаркта миокарда. Это результат социальной программы «Действуй быстро, спаси жизнь». Социальный образовательный проект стартовал в 2015 году. За это время в нем приняли участие медики со всей области. На семинарах и лекциях врачи-кардиологи рассказывали, как распознать инфаркт и куда обращаться за медпомощью. Три года назад соцопросы показали, что большинство пациентов не знали симптомы заболевания, а треть даже телефонов экстренных служб. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Медики напоминают, что умение вовремя распознать инфаркт играет решающую роль и является залогом успешного лечения. Я надеюсь, что эту программу мы будем продолжать не только в рамках программы «Stand for Life». Есть возможность продолжать это и в целом за счет наших внутренних самарских источников. Так что я позитивно смотрю в этом плане будущее. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре «Мерседес» ушел в кювет и перевернулся на крышу. ДТП произошло рано утром в четверг, 13 апреля, на 16-м километре Московского шоссе. Как сообщают очевидцы ДТП, водитель машины не пострадал. Белый «Мерседес» поставили на колеса, значительные повреждения получили капот и бампер автомобиля. Реконструкция Московского шоссе к чемпионату мира переведена в круглосуточный режим. На сегодня работы выполнены почти наполовину. При этом готовность путепроводов тоннельного типа на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Кирова составляет 85%. Движение по Московскому шоссе планируется открыть 1 сентября. Напомним, что сейчас идет также реконструкция трассы от поселка Волжский до аэропорта Курумыч и строительство дорог в районе стадиона «Самара-Арена». На время ремонта моста «Южный» пущено еще 7 электричек. Кроме дополнительных пригородных поездов, рейсы электричек продолжают выполняться по существующему раннюю расписанию. Уточнить его можно с 8 утра до 19.30 по телефону справочной службы, указанному на экране. Для православных христиан наступил чистый четверг. Это очень важный день на срастной неделе. Чистым он считается даже не потому, что с этого момента наводят порядок в домах, а прежде всего потому, что в этот день многие совершают таинство причастия. Именно начиная с чистого четверга принято готовить и все вкусные атрибуты Пасхи. Красить яйца, печь куличи и делать Пасху. Лето близко. Температура воздуха в Самарской области приблизится к 20 градусам уже на этой неделе. В пятницу, 14 апреля, ожидается до 18, сообщают синоптики. Правда, на следующий день станет немного прохладнее. Прогноз на субботу, 15 апреля, от 8 до 13 градусов тепла в дневное время. Кроме того, возможен дождь. В целом, во второй декаде апреля ожидается температура на 2 градуса выше средних многолетних значений, передает гидромедцентр. Лоточники вне закона в промышленном районе проверили уличных торговцев. Тем, кто развернул свои товары прямо на тротуаре, пришлось собрать вещи и заплатить штраф. Многим уже не в первый раз. В рейд с районными властями и полицейскими вышла Марина Матвейшина. Стихийная торговля захватила тротуар на улице Старозагора. Здесь все, что душе угодно. Яства, игрушки и одежда. Торговцы с покупателями вежливые и разговорчивые. Охотно рассказывают, из чего платье шито, с какой дачи помидор привезли. Но при появлении проверяющих из районной администрации и нашей съемочной группы внезапно теряют до речи. Вам же не первый раз уже выписывают протокол. Вы же знаете, что вы здесь незаконно продаете. Почему? Мало того, что лоточники разворачивают торговлю в непредназначенных для этого местах, так часто и вовсе не имеют на руках никаких документов, ни разрешений на торговлю, ни сертификатов качества товаров. Бегаю, понимаете, по палаткам и прошу в долг день. А на вас составляли уже протокол? Да на меня, господи, на меня чего-то вы составляли. Веселково. Меня всегда составляют. У нас есть места для пенсионеров на Шибке, буквально сюда, подальше. Импровизированные прилавки из ящиков и коробок придают неряшливый вид всей улицы. Однако самих лоточников это не смущает. Как и то, что вечером после рабочего дня ветер разносит эти коробки по всей округе. Вот эти ящики вы куда понесете сейчас? На мусорку. А вы платите за то, что на мусорку выносите ящики? Ну, мы же их не делаем. Эти коробки где набрали? Вы же все выбрасываете? Нет, нет, нет. Я думаю, это все мое домой. А вот эти ящики. Я сказала, столики должны быть. Вот столики. Смотрите, такие раскладные столики. Правильно? Проверка районных властей и полиции всплошила не только торговцев, но и покупателей. Не, не, я когда не могу, я по магазинам ходить. А это прошло, и что мне нужно, я взяла. Это всегда прям под рукой. Вот рынок есть, там всем хватит мест. А зачем вот это вот? Вот это вот зачем молоко творится? А для чего? И там в городе барда. Каждый день с утра забивается вся площадь. Торгуют, и все страны они торгуют, и все страны на остановке торгуют. Буквально 10 минут назад здесь бойко велась торговля. Но к приходу сотрудников администрации остались только ящики. Готовые после ухода проверяющих вновь превратиться в прилавки. Такие рейды в промышленном районе проводятся ежедневно. За один визит специалисты составляют до 12 протоколов. Штраф от полутора до пяти тысяч рублей. Те, которые несколько раз заплатили штрафы и поняли, что лучше заплатить за аренду торгового места и торговать в специально отведенных местах, конечно, они уходят. Но на их местах, к сожалению, появляются новые лица. Среди новеньких зачастую не жители Самары. Приезжие из Оренбурга, Уфы или совсем без российской регистрации. Их личности помогает установить полиция. От штрафа не уйдет ни один незаконный торговец. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Самарцы могут получить права и зарегистрировать автомобиль со скидкой 30%. Что для этого нужно сделать, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цена черного золота сегодня опять опустилась. Один баррель марки Brent стоит 55 долларов 80 центов. Валюта чуть потеряла в цене. Курс на 14 апреля. Доллар 56 рублей 60 копеек. Евро 60 рублей 28 копеек. Золото стоит 2321 рубль. Серебро 33 рубля 41 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 90 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 40 копеек. Правительство страны увеличило размер субсидий на переселение людей из ветхого и аварийного жилья. К запланированным трем добавили больше 5 миллиардов рублей. Регионы могут подавать заявки до августа этого года. Россияне чаще начали брать потребительские кредиты, сообщило Национальное кредитное бюро. За несколько месяцев этого года рост составил 22%. А жители Самарской области могут получить права и зарегистрировать автомобили со скидкой 30%. Для этого нужно воспользоваться порталом государственных услуг. Зарегистрироваться и подтвердить учетную запись можно в ближайшем МФЦ. На этом все. Удачи в делах. Самарская энергия на последних секундах матча обыграла фаворита плей-офф студенческой баскетбольной лиги. Подробности драматичного поединка в новостях спорта от Андрея Горгуленко. Здравствуйте. С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетбольная команда Самарского технического вуза стартовала в плей-офф студенческой лиги с двух побед. В 1.32 финала самарцы разгромили соперников из Нижегородского госуниверситета 92-61. После уверенной победы на матч в следующем раунде они вышли расслабленными. Защита безобразная была в первой половине. Нам забивали, кто хотел и как хотел. И поэтому, естественно, это была недооценка соперника и, естественно, расслабленность в атакующих действиях. Гости из Московского университета физической культуры и спорта начали матч рывком 9-0. Сразу, достойно ответить, волжанам не удалось. И москвичи после серии промахов самарских баскетболистов закрепили стартовый успех. На большой перерыв команды уходили с разницей в 14 очков в пользу гостей. Это и сыграло с москвичами злую шутку. Они, расслабившись от комфортного преимущества, стали упускать игру из своих рук. Во второй половине нас поджали, они агрессивно играли в защите. Мелкие фолы некоторые пропускали, которые немножко изменили игру. Мы вышли, возможно, недостроенными. Почувствовав, что соперника можно догнать и вырвать победу, сам ГТУ «Энергия» стала действовать увереннее. Игроки стали чаще попадать по кольцу и лучше защищаться. Однако настичь москвичей удалось только в самом конце матча. На последних секундах волжане впервые вышли вперед и удержали небольшой перевес до финального свистка – 70-68. После победы самарцы вошли в число 16 лучших студенческих баскетбольных команд со всей России. Мы будем готовиться. Скоро уже, я так понимаю, будет тур новый. И будем готовиться, разбирать соперников, работать. Дальше сезон еще не окончен, все только начинается. Своих соперников по одной восьмой финала «Энергия» узнает в субботу, 15 апреля. В Перми за право выхода в следующий раунд будут сражаться студенты Омского и Уральского вузов «Путей сообщения», а также команды Пермского государственного университета и Вятской сельскохозяйственной академии. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...